Здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала, канала Умноход. Меня зовут Ирина Витальевна Стихановская. Мы продолжим тему трихомониаза. Я объясню, почему. Тема очень большая, очень серьезная. И вот так пару слов немножко сказать, это, в общем-то, ни о чем. Поэтому хотелось бы немножко расширить наше знание. Понять, чем грозит все-таки трихомониаз, какие болезни он вызывает, как лечиться, как вообще себя вести с этим заболеванием. На самом деле, меня, как я вам уже рассказывала, меня потрясла просто книга Тамары Яковлевны Свящевой. Хотя я ее читала еще лет 20 назад. Но вот сейчас, уже и с приобретением собственного опыта, я понимаю, что это просто гениальный человек был, который провел огромную работу и доказал то, что трихомонада – очень серьезное инфекционное заболевание, которое передается половым путем. За 20 лет последние очень много мы сейчас видим и слышим, что очень много бездетных пар, что рождаются дети, инвалиды, становятся инвалидами. Мы очень много видим рекламы больных детишек, их несчастных родителей, и какие огромные деньги надо на то, чтобы вылечить ребенка. Это ужас. И вот об этом еще предупреждала в 90-е годы Тамара Яковлевна Свящева. Мало того, в прошлый раз я немножко затронула тему больных сосудов, показала фотографии людей, которые уже в запущенной форме имеют сильные осложнения, серьезные осложнения с ногами. И это тоже все относится к этой же теме, к теме простейших инфекционных… Ну, простейшие – это внутриклеточные паразиты, вот можно было бы так сказать. Поэтому, конечно, мне приходится перечитывать, ну, официальные издания. Кстати, я хочу сказать, что все, что я вам говорю, это все взято из открытых источников. То, что вы можете сами найти или в интернете, или у кого-то остались книги, учебники. Это все писалось, объяснялось. И вот я, понимаете, у меня, наверное, аналитические умы, возможно, да? Поэтому я все люблю сравнивать. А вот как было тогда, вот как стало сейчас, что-то в лучшую сторону, что-то в худшую. У меня постоянно вот так мозги работают. Ну, что сделать? Так вот, если мы возьмем, допустим, если опять-таки возвращаемся мы к трихомонаде, немножко о ней все-таки еще поговорим, это, еще раз говорю, очень серьезная тема. И вот берем, допустим, книгу «Диагностика лечения болезней суставов». Называется это «Медицина. Москва. 1990 года. Выпуск». Вот такой учебник у меня. Это библиотека практического врача. Вот здесь, когда мы смотрим заболевания суставов, ревматоидная, артрит в основном, да? И вот тогда еще писали, что этиология этого заболевания неизвестна. Но, копавшись дальше, я все-таки нашла, что когда брали, делали пункцию коленного сустава, ну, многие знают, колени распухают и берут пункцию, отправляют на исследование. Так вот, в данной книге написано, что находили хламидии. То есть, хламидии, да, вот они как-то фиксировали. А то, что еще есть и трихомонады, то ли не видно было, то ли что. Так вот, Тамара Яковлевна Освещева только в 95-м году стала собирать, ну, не знаю, сотрудничать с врачами, там, с нейроматологией московским, да? Где брала препараты больных, у кого, грубо говоря, ревматоидный артрит, распухшие колени, и проверяла в лабораториях, которые еще тогда оставались. И в электронном микроскопе она видела трихомонад одиночных, амебовидной формы, жгутиковой формы, и даже колонии, небольшие колонии. Наряду с этим ее интересовал вопрос, ну, у всех на слуху много лет звучали такие слова, что больше всего заболевания – это сердечно-сосудистые заболевания, и смертей больше всего от поражения сердца. И опять-таки она тогда уже тоже задумалась, а почему же вот инсульты, инфаркты, почему умирают даже молодые, допустим, в отсвете сил. Ничего не болело, все, молодой, здоровый, 35 лет, и внезапно, допустим, человек умирает. И вот она стала исследовать не только препараты синовенальной жидкости из коленных суставов, но и стала смотреть кровь периферийную, венозную, там все под микроскопом. Брала, значит, кровь из локтевой вены, и то же самое она находила трихомонад. То есть она доказывала, что вот этот возбудитель, он поражает как сердце, так и вызывает заболевания не только в коленях, но и в малом тазу. И вот эта, в общем, книга, она, конечно, будет, наверное, многим интересна. Там очень много всего интересного приводится. И она все-таки доказала, что трихомонада является тем агентом, который вызывает рак. Ну, а теперь, чтобы не было вам скучно, давайте вспомним классика. Вы его все прекрасно знаете, это Михаил Булгаков. Он написал «Бессмертную мастера» и «Маргарита». Есть и фильм, шикарный фильм. Мы многие смотрели, многие любим его. Я вам зачитаю просто чуть-чуть. Эта Маргарита собирается на бал и пришла к Волонту. Ей открывает Гела. Волонт лежит в постели, одна нога вытянута, вторую, значит, подошла Гела, и колено смазывает ему. — Гела, пора, — сказал Волонт. И Гела исчезла из комнаты, нога разболелась. А тут этот бал, — продолжал Волонт. — Позвольте мне, — тихо попросил Маргарита. Волонт пристально поглядел на нее и пододвинул к ней колено. Горячая, как лава, жижа обожгла руки. Но Маргарита не морщи, стараясь не причинять боли, втирала ее в колено. Приближенные утверждают, что это ревматизм, — говорил Волонт, не спуская глаз Маргариты. Но я сильно подозреваю, что эта боль в колене оставила мне на память одна очаровательная ведьма, с которой я близко познакомился в 1571 году в Брокинских лесах на чертовой кафедре. — Ах, может ли это быть, — сказала Маргарита, вздор. Лет через 300 это пройдет. Мне посоветовали множество лекарств, но я по старинке придерживаюсь бабушкиных средств. Поразительные травы оставила наследство поганая старушка, моя бабушка. Кстати, скажите, а вы не страдаете ли чем-нибудь? Быть может, у вас есть какая-нибудь печаль, отравляющая душу, тоска? — Нет, Вися, ничего этого нет, — ответила умница Маргарита. А теперь, когда я и у вас, то чувствую себя совсем хорошо. Михаил Булгаков. То есть тут речь о чем идет? Сам Михаил Булгаков был врачом. Это 20-е годы, когда рассвет шел исследований. Очень много статей было по паразитологии. Павловский описывал трихмонаду в эти же годы. То есть врачи того времени, они знали уже, к чему это приводит. И мазями тоже пользовались, и ванны различные применяли, и физкультуру делали, и так далее. То есть это история много-много веков, на самом деле. Но чтобы вам запомнить, почему ноги болят, все-таки читайте, смотрите Булгакова и думайте. Просто так никогда ничего не бывает. И что бы мне хотелось еще сказать по этому поводу. Естественно, я всегда готовлюсь к встрече с вами и читаю литературу, выбираю для вас что-то тоже интересное. Так вот, в лечении болезней очень большую роль играет само слово. Вот все зависит, во-первых, и от самого человека, почему он болеет. Многие как говорят, ой, вы знаете, медицина плохая, все плохо. Вот там кто-то на Западе и развивается, а у нас все похоронили, все плохо-плохо-плохо. Ну вот, допустим, Амосов, он в своей энциклопедии, алгоритм здоровья, энциклопедия Амосова, он писал, что на первом месте стоит сам человек. Он сам за свое здоровье должен отвечать. Никто вас не вылечит, только вы сами, придерживаясь каких-то правильных, там, не знаю, устоев. Если вы духовный человек, если вы соблюдаете какие-то божьи даже законы, то вы не будете болеть, потому что в слове «человек» уже заложено сто лет. И об этом тоже Амосов пишет. Сердце человека так построено, что этот мотор, который бесконечно работает, он рассчитан на сто лет работы. Понимаете, сто лет. А мы знаем, что сейчас очень ранние смерти бывают, да, люди становятся калеками, очень много параличей, инсультов, диабет, говорят, диабет, 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 да. И опять-таки я хочу сказать о том, что человек сам строит свою судьбу, он сам строит свое здоровье. Если он нарушает все законы, алкоголь, курение, вы меня извините, я, конечно, банальные вещи говорю, но надо говорить. Теперь вот уже доказали, что кальяны еще хуже, чем курение. Ну тогда кто будет виноват, если вы уже попадете в больницу вот с такими венами, если у вас много сексуальных партнеров, если вы не предохраняетесь, не используете, извините, презерватив, то вот как вы думаете, какое ваше состояние будет уже даже к 50 годам? Поэтому каждый человек должен думать сам о себе. Он должен думать, что он говорит. И вот об этом на самом деле, вот очень интересная статья, я нашла в энциклопедии народной медицины. Один из московских целителей, еще тоже в 90-е годы, он провел такой эксперимент. Он брал зернышки пшеницы. Ну, все слышали про рошенное зерно, да. И брал три блюдечка. Он ставил их в разные места для того, чтобы они проросли. И стал наблюдать. Одну блюдечко, допустим, сюда поставил, вторую блюдечко подальше, третью вообще куда-то унес. Вот. Но многие скажут, ой, это, наверное, все зависит от температуры, от цвета. Нет, примерно условия были все одинаковые. Так вот, с первым блюдечком все хорошо, его поставили и о нем на сутки забыли, грубо говоря, да? Ничего с ним не делали. Даже не на сутки, просто его поставили и все. Второе блюдечко, к нему подходил целитель и говорил ему добрые слова. Ой, какие у тебя зернышки красивые, какие у тебя будут росточки вкусные. Вот ты мне там подари вот свою силу, чтобы я мог поправиться. А к третьему блюдцу он подходил и всю свою злость, прям вот негодование он сбрасывал на эти зернышки. Естественно, мысленно, не говоря ничего. И какие он сделал выводы. Вот первое блюдечко, которое у нас стояло. Никто с ним не разговаривал, оно само по себе. Эти семена взошли через сутки. На это потребовалось 24 часа. В сутки. Второе блюдечко, с которым ласково говорили, да какое-то хорошее туда-сюда, через 5-6 часов появились хорошие крепкие росточки. А третье блюдечко, там семена вообще не взошли. Может, они потом бы и взошли, но это говорит уже о многом. То есть, и так же с людьми. Вот как вы к человеку, так и человек вам. Если человек пришел с бедой, и вы ему грубите, там, или хамите. К сожалению, вот такое часто наблюдают мои знакомые, которые попадали в больницу. Да, где-то очень хорошо люди общаются с медицинским персоналом, а где-то есть люди, которым все равно. То есть, словом, можно возразить человека, а словом, и так же словом, можно убить. И вот человек с такими ногами, знакомый приехал в одну из московских больниц, там сразу говорят, а что вы приехали? Вам надо писать завещание, вам 2-3 дня осталось. Больше мы дать не можем. Ну вот как вы думаете, можно так убить человека? Конечно, можно. И в моей практике был случай, когда два молодых мужчины, двое молодых мужчин с одной и той же проблемой, один дошел до меня, а другой нет. И который дошел, он рассказал. Повышенное посылали, сдавали анализ в Москве. И друг его сказал, я жить не буду, лечиться я не буду. Зачем мне жить, если я неполноценный как бы мужчина уже? По диагнозу получать. Если мне ставят такой диагноз, уже рак ему поставили. Он лег и умер, он вообще не боролся за себя. А второй, он говорит, а я хочу жить, я хочу успеть и то, и то, и то. Он принес мне документ, где метастазы в костях уже. И мы с ним начали заниматься. Через месяц он пришел, не говоря мне ни слова, что он куда-то опять ходил, он сделал повторный анализ костей. И у него ни одной метастазы на эти на не было. Вот что такое слово. Конечно, есть методы излечения людей. Есть. Мне еще, знаете что, когда мы сегодня готовились к нашей записи, мне позвонил наш знакомый художник из Франции. И вот этот художник, он, ну, наверное, недели две или три назад попросил свою знакомую, чтобы она обратилась ко мне за помощью. А причиной обращения было в том, что у этой молодой женщины вот такая извитая вена. Вот ноги, особенно летом, видят прямо толстая вена на ноге. Вот. Около колена совсем вот очень сильно расширена. Он говорит, ну, хорошо, я позвонила Ирине Витальевне. Ирина Витальевна что-то мне там сказала. Я все равно пошла к флеболоку. И флеболок сказал, надо удалять вену. Ну, надо так надо. И вот он мне говорит, что я знаю, он сейчас во Франции, я знаю одну женщину, которая с такой же проблемой ходила мне, говорит, ну, рассказывала чисто по-житейски. И ей все-таки во Франции удалили эту вену. И сейчас она на эту ногу даже наступать не может и ходит с палочкой. То есть она говорит, мне стало еще хуже, чем было. Я в первом случае предложила вот девушке, которая пошла тоже к флеболоку, но она правильно сделала, что она пошла. Вот. Я ей предложила, что самое лучшее, что может быть при простейших крови, это герудотерапия, это траволечение, это комплексное лечение на самом деле. Это и антибиотики здесь нужны, как не крутись. Есть специальные программы, специалисты должны назначать но это при условии, если трихомонаду или хламидию нашли. Пролечить антибиотиками, пролечить можно герудотерапией. Но когда мы с ним стали говорить про герудотерапию, он говорит, это очень дорого. Во Франции это лечение просто для избранных, для людей, которые имеют большие деньги. Стоит это очень дорого. Сокупали раньше пиявки в Чехословакии или в Чехии, а потом они решили сами свои пиявки выращивать, но что-то дело идет не очень хорошо. И пиявки стоят очень и очень дорого. Они не по карману простому человеку. Это я о том, что у нас в России накоплена такая огромная база, вот как лечат пиявки, как действует герудин, есть научная литература и так далее. Открыто уже много центров, которые работают и с пиявками, и с травами на самом деле. Есть очень много грамотных людей у нас в России, которые помогают таким больным. Поэтому хочется пожелать всем здоровья крепкого, следить именно за своим здоровьем, не нарушить законов Божьих. И тогда все будет хорошо. А с вами была Ирина Витальевна Стефановская и мы на канале Мунаход. До новой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok